Друзья мои, я Димас, вы на канале Кукс Браза Хукс и с нами естественно оператор Антон. Доброго дня всем. Сегодня мы решили произвести небольшой эксперимент и сделать моцареллу домашнюю. Увидев одного видео футблогера на ютубе, мы решили повторить такой же эксперимент. Мы начитались там все комментариев и может быть у нас тоже получится, может быть и нет. Футблогер Алина Фудди. Для этого нам нужно естественно домашнее молоко, как там все написано и в видео показано. Для этого мы сегодня пойдем естественно в гости к корове. И там небольшие ингредиенты, это все там мелочи. Само весь процесс получился. Дело за малым, добыть молока. Так что я иду переодеваться в прочный костюм и идем в наши мелкие. Увидимся. Друзья, ну вот мы пошли за молоком, нам любезно предоставили в обмен на яблоки молоко. Вот ребята мы пришли в сарайчик, тут корова и нам любезно предоставили снять процесс дойки. Вот там коровушка. Наша знакомая девушка решила помочь нам с дойкой коровы. Я не решился и все забыл уже как он делается. Все улыбаются, довольные. Даже Милка. Эй, Зорька, Милка, уйти. Да, да, потом яблочки мы тебе дадим. Гвоздь я пришла вкусного парного молока попить с рязанских лугов цветочных. Мы приступаем к игре в крикет. Ну или в простонародье лапту. Есть шутки. Шутками, ну точнее мы продолжаем процесс приготовления моцарелла домашней. Наше молоко. Оно остыло при комнатной температуре. Ну как бы оно остыло достаточно хорошо. Где-то 3-4 часа у нас было. Даже слой немножко тут есть сметаны. Нужна палочка деревянная. Ну скорее всего да. Деревянная. Как бы в видео мы у блогера видели деревянный инструмент. 4 литра молока понадобится. У нас есть мерник. Чуть перемешаем. Видите даже появилось немножко так называемое подобие сметаны. Нам понадобится 4 литра. Мы отмеряем. Льем смело 4 литра молока. Раз. Два. Три. Походу делу оператору ничего не достанется. Хотя он мечтал о молочке. И 4. Ну нет немножко. 4 литра молока. Так. Мирник нам не нужен больше. Молоко тоже нам не надо будет. Оператор наконец-то напьется. И главный процесс. Что мы делаем? На медленном огне мы доводим до температуры. Такое. Как говорит футблогер. Чтобы когда палец в молоке было горячо. Но терпимо. Так что ждем такого состояния. Ну это примерно говорят 50-55 градусов. И начинаем помешивать. Постоянно помешивать. Ну вот мы мешали-мешали наше молоко. Пихали один палец. Он терпел. Решили насунуть другой проверить. И он уже, ну ему горячо. Видимо первый палец привык уже. Так что, ребят, снимаем. И приступаем к нашей готовке. Мы добавляем уксус столовый. 9% обычный. Вот. Непременно, непрерывно помешивая. Ложка за ложкой, как видео. Мы начинаем добавлять. Одна ложечка. Затем вторая ложечка. Ну что-то начинает меняться. Ну не особо заметно. Добавляем третью ложечку столовой. Постоянно помешиваем. Молоко, как вы видели у нас на видео, мы снимали. Настоящее. Из-под зорьки. Обеденное. Добавляем четвертую столовую ложку. Пятую столовую ложку. Столовую уксус. Добавляем шестую столовую ложку. Добавляем еще одну столовую ложку. Вот на какой-то седьмой или восьмой у нас что-то начинает появляться, ребят. Ну не слишком это похоже на то, что появлялось у девушки, наши блогеры. Появляется что-то подобие моцареллы. Приятный цвет, но не такой желтый, как на видео. Возможно, потому что, как вариант, у нас корова была, так сказать, молодая телка. Оператор определил это с первого раза по размеру сосков. Вот. Ну и при этом как бы это влияет на жирность. Ну если корова там неопределенной породы. Возможно, у этой девушки Алины было более... Коров дает более жирное молоко. Вот. Но, в принципе, что-то есть похожее. Так что мы еще добавляем столовую ложку столового уксуса. Ну и продолжаем мешать. Чуть правая рука устала, буду лево мешать. Добавим еще, рискнем одну столовую ложку уксуса. Вот смотрите, что у нас получается. Действительно, что-то похожее на моцареллу. Без комочков. Конституция, поверьте мне, как повару, который трогал моцареллу, похожа очень сильно. Ну вот, ребят, я сходил за перчаточками. Они такие женские. И достаем нашу заготовку, нашу базу. Мы отжимаем, как она на видео делала. Все, и в принципе, все так же получается. Излишки есть внутри. И они вытекают. В принципе, все идеально. Мы их убираем. По ощущениям, похоже очень сильно моцареллу. Я не работал в Италии на заводе. Я не знаю, как делают настоящие из баеволиного молока. Я не работал у нас нигде. И с коровью тоже не делал. Это первая такая процедура. Но интересно, интересно. Что-то получается у нас. Ну вот, мы в принципе выжили. Все, что у нас получилось. Дальнейшее. Мы ставим нашу кастрюльку опять на плиту. Значит, включите на трешечку, пожалуйста. Басареллу отставим немножко. По цвету, по всему все очень похоже. Добавляем соль. Опять же, как все на видео. Девушка добавила одну столовую ложку соли. Мы добавим полторы. Полторы ложечки добавили. Нагреваем до 70 градусов. Это что значит, что я уже в перчатках, мне будет горячо. Но опять же, перестрахуемся, потому что у нас не сразу все получилось. Видимо, мы сильно нагрели. Изначально молоко. Из-за этого мы нагреем не так сильно. Так как, понимая по логике вещей, нам сейчас требуется единственное то, что нагреть опять моцареллу и ее растянуть. Там показать, что она тянется. Придать ей форму, как тесту слоеным навертеть. И сформировать готовый продукт и уже в дальнейшем положить в холодную воду и дать ей настояться, остыть, чтобы она приняла форму и не стала танцевать у нас. Вот. А так, в принципе, она уже сформировалась. Мы еще раз растянем. Ну, она почти готовая. Ей немножко надо растянуть. Ну. Молоко. Я как-то к молоку отношусь посредственно. Ну, пахнет вкусным молоком, да. Так что, сейчас второй раз рискуем. Я думаю, уже у нас, как бы, хуже не будет. У нас получилось уже. У нас уже получилось. Можно лайк ставить. Это девушке-фудблогеру. Алина Фуд. Фудди. Друзья мои, порог пошел, как в видео говорят. Если опять разоснимет это. И пальчик такой уже не особо терпим. Снимаем. Точнее, добавляем сразу нашу цареллу. Чуть ждем. Действительно горячая, даже в перчатках. И начинаем окно-видео формировать. Там растягивает. Но оно, видите, не растягивается. Надо ее еще, значит, подержать. Вот. Ну, не она не растягивается, как видите. Получается творог. Не совсем моцарелла. Ну, видимо, не надо так сильно греть. Мы сейчас ждем, пока она остынет, наверное. Стало еще хуже, на самом деле. Мы сейчас нагрели второй раз. И получается какой-то творог уже. Видимо, опять сильно нагрели. Или, может быть, девушка не может сильно терпеть. Там у нее палец. Конечно, хорошо все это делать с температурным термометром, чтобы он контролировал температурный нагрев. Ну, получается, да, совсем не то, на что мы рассчитывали. Ну, что показано на видео. С чем это связано, ну, непонятно. Либо перегрели мы, либо не догрели. Догрели вряд ли, потому что, ну, тепло, горячо так. Даже впечатка. Ну, не тянется она, смотрите. Такое более творожное масса. А у нее тянулось на видео, как, я не знаю, как тесто какое-то. Не, ну, шарик мы можем от сорельной сделать. Ну, вот если ее окунаешь еще туда раз, она еще хуже становится. Видимо, горячо, наверное. Хотя вряд ли. Видите, она ломкая становится, как резина. Ну, ладно, что получилось, то получилось. Ну, кидаем в холодную воду, что получится. Не будем формировать эту массу. Уже все, что получилось, оно получилось. Ну, вот, друзья, прошло примерно 10 минут. Мы готовы посмотреть, что у нас получилось с нашей чудесной моцареллой. Достаем ее. Даем стечь. У нас небольшие тут дырочки, но это не страшно. Не режем. В принципе, по нарезке настоящая моцарелла. Не хочу сказать ничего там, бреков никаких. Нет вот таких, как она. Ну, вот отделяется она, в принципе. Не такие волокна, но есть. Ну, это вот я связываю с тем, что мы не тянули ее, как баян. Мы не растягивали, может быть, из-за этого волокна не наволоклись. Может быть, из-за того, что жирность не такая. Либо мы что-то чуть-чуть не так делали. Попробуем теперь, что у нас получилось. На вкус, как моцарелла обычная. Может, чуть порезиневая. Что можно сказать? Потому что, может быть, настоящая моцарелла делается из буйволинового молока. Может быть, там процент такой жирности хорошей. Именно настоящая моцарелла из этого получается. Видимо, то молоко на видео было тоже более жирное. Либо нагрев был немножко не тот. Там с этими пальцами. Кто-то сколько терпит там. И подобное. Ну, нужен, видимо, термометр. Именно для измерения. Либо руки. Как бы тут непонятно. Ну, похоже, что-то получается. Но не до конца. Нет вот этой тягучести там. Нету баяна. Мы не можем на баяне играть. Мы не мылимся мочалкой. Ну, там подобное. Какие-то вот нюансы в нашем приготовлении. Мы упустили, смотря видео. И так что-то сделали. Вдруг Алина. Фуги посмотрит наш канал. И оставит, может быть, свои комментарии. Какие-то добавит моменты. Что-то заметила, что мы не так сделали. Самое главное. То, что мы хотели добиться, снимая это видео. Это вот растянуть ее вот так. И чтобы она не рвалась. Эти волокна. И вот чтобы получились более волокнистые. Она друг на друга налегала. К сожалению, этого добиться мы не смогли. Всем добра и мира. С вами был Димас. Оператор Антон. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...